Итак, мы в тот раз с вами остановились на свойствах оценок максимального предуподобия. Сейчас я бы хотел с вами разобрать еще одно свойство оценок, а именно свойство оптимальности. Вот, я бы про него к вам уже говорил, а может не говорил, но давайте мы, что можно, оптимальность точных оценок. Значит, мы оценку ТЭТ с крышкой будем называть оптимальной оценкой ТЭТ, если, во-первых, эта оценка не смещенная, а во-вторых, для любой другой не смещенной оценки, по сравнению с любой другой не смещенной оценкой, данная оценка обладает минимальной дисперсией. Дисперсия любой другой не смещенной оценки будет больше, чем дисперсия оптимальной оценки. Это понятие оптимальной оценки параметра. почему не видно почему-то не видно так что не видно скажите конкретно видно на а слышно хорошо меня так так что у нас фокус потерялся ничего происходит так все лучше да она это фокус уехал до просто так вот я здесь я здесь видно как сейчас сделать кошмар кошмар Ой, а, знаешь, что я сейчас перебираю. Лампа неравномерно горит. Лампочка перегорелась, чтобы у меня другое притащить. О, не, не подойдет сюда. Не подойдет сюда лампочка. Так. Тогда будем чуть-чуть придумывать. Так, сейчас, может быть, сюда я ее привыклю. Так. Так, а сейчас видно... Ну, освещение стало лучше, но все равно размыто. Давайте я сейчас встану в кадр. Так, я здесь, я здесь. Так, видно? А, ну, это фокус пропал. Пять куда-то. Еще почему-то все мерцает, но с этим можно жить. Мерцает это, видать, лампочка такая. Так, сейчас видно. Ну, сейчас более-менее хорошо. Иногда трудно разобрать некоторые, но в целом... Вот у меня оно буквально на 20 секунд включается, нормальная картинка, потом опять размывается. Ну, это то, что я выхожу из кадра. Так. Так, что сейчас видно-то? Ну, вот вы подошли, ничего не изменилось. Когда? Сейчас ушли, тоже ничего не изменилось. Ну, я же сделал не в фокусе, а в качестве почему-то передачи сигнала. Хотя, слышно вас хорошо. Так. Как сейчас видно? Нет, фокус пропадает. Вот. Так. Вот сейчас видно. Могу даже встать за ним. Мерцать. Все размыто. И вы, и доска, и вот шкаф справа. Все тут нет ничего. Дело не в фокусе, делал в качестве передачи сигналов. Почему-то не знаю. Спасибо. 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 Могу свою картинку смотреть, да. Ну, вот сейчас более-менее. Ну, я как начал... Подозреваю, что это, может быть, в Тимсе проблема. Немножко перегружается. Вот в данную секунду прям все хорошо видно, но так было уже несколько раз. Ну, вот начинает так хорошо, а потом заканчивается очень плохо. Ну, большую часть времени оно плохо. Оно буквально 10 секунд появляется и пропадает опять. Так, ну ладно, вот что он разобранчивается, написано, да. Вот по этой оптимальности точечной оценки. Так. Далее мы сейчас вот с вами чем займемся. Можете зачитать все, что написано? Потому что разобрать очень трудно. Вот прям с заголовка сначала. Оптимальность точечных оценок. Определение. Оценка называется оптимальной, если она не смещенная, обладает минимальной дисперсией в классе всех не смещенных оценок. Значит, два условия. Оценка даже не смещенная, обладает минимальной дисперсией в классе всех не смещенных оценок. Так. Далее. Давайте вот о чем. Так. Далее будем считать, что у нас заданная параметрическая модель. Есть выборка X1, Xe1, Xe1 и так далее, XeN. Однородная выборка. Xe1 распределена согласно некоторой функции распределения. Это здесь скалярный параметр. Будем считать, что... Так. Я ничего не буду, брат, это считать. Будем считать, что это скалярный параметр. Так. Вот. Значит, давайте сформулируем некоторые предположения относительно закона распределения. Ну, во-первых, давайте считать, что... Известно, что распределение является непрерывным, у него есть плотность. Это плотность случайничной Xe1. И F от Xe1. Функция, сдающая плотность, она зависит от параметра. Вот относительно нее, будем предполагать следующее. Первое. Функция корень от F Xe является непрерывно дифференцируемой по тетто. Корень из Xe непрерывно дифференцируема по тетто. Так. Что сейчас видно-то? Видно меня? Так. Лучше стало... Ну, сильно лучше не стало, но, по идее, можно догадаться, что написано. Так. А что происходит? Почему он портит картинку-то, Владя? Вот. В данную секунду все очень хорошо, но оно... Знаете, что? Мне кажется, что это вот... Дело в том, что у меня неудачно здесь стоит, это в том плане, на что... то есть шкаф вот забирает на себя фокус. Ну, вообще, вот мне кажется, из-за того, что идет мерцание, у него трудности возникают, он картинку опять затирают. Может, на какое-то движение на шкафу из-за мерцания происходит, и он забирается так. Надо как-то вот... Надо куда-нибудь... Знаете, что надо сделать? Надо камеру подальше поставить. Куда-нибудь вот... Так. Куда-нибудь вот... Так. Куда-нибудь вот... Куда камеру-то поставить? Ой, так. 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 Крепить надо. Так. Крепить надо... Ну, сталь. Одно на паре. ПопcallThat. можно поставить сюда конечно так опять он все забирает смотрим не нравится так первым чуть не то показывает дамку оттуда уезжает так вот соответственно выходит вот так идеи должно быть лучше слишком низко камера стоит не надо убирать просто эти я в фокусе это значит что вы все меня видите и моя картинка не переключается для вас принтер так вот так вот сделаем а вот так сделаем вот так вот я так боюсь что у нас целиком все видно то есть естественно свет сделаю его естественно гораздо лучше мерцание пропало да и теперь она не затирает видимо из-за мерцания все это было намного лучше да давайте вот так вот так лизает доска вроде отлично так вот очковник от fx тэпто непрерывно дифференцируем а по тэпто теперь значит второе условие определим функцию и от тэпто и потребуем что эта функция была конечна положительно и непрерывно по тэпто значит и от тэпто определяется следующим образом математическое ожидание математическое ожидание логарифм f от x тэпто по д тэпто в квадрате вот эта вот функция называется информация фишера в одном наблюдении информация фишера в информация фишера о параметре тэпто в одном наблюдении информация фишера о параметре тэпто в одном наблюдении вот 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 мы возрели чтобы эта функция была непрерывной под тэпто конечной и положительной для любых тэпто вот такие вот условия давайте назвал r1 и r2 это так называемые условия регулярности назвать модель регулярно если выполнят эти вот условия так далее давайте мы я вам напомню что мы называли функция правдоподобие 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 да и мы вводили также логарифмическую функцию правдоподобия как логарифм функции правдоподобия то есть как сумму логарифмов f от Так, там снизу экрана видно? Да, видно. Отлично. Ну, вот если написана последняя строчка, то, да, видно. Отлично. Давайте вот как замечание ко всему этому. Значит, также можно сформулировать понятие регулярной модели и для дискретных распределений. Как замечание. Аналогично формулируются условия для дискретной модели. То есть вместо функции f от x-тета надо взять функцию p от x-тета, которая есть вероятность того, что кси равняется x, если тета задано. Ну, это вот то, что мы в тот раз говорили, да, вот функция производственная. Можно формулировать о недискретных законах, если вместо плотности брать вот такую вот функцию вероятности. Так. Далее. Извините, а вот эти r1, r2 – это что? Условия регулярности. Это аж предположение о модели. Условия для чего? Для существования вот этой функции и от тета? Не-не-не, и от этого так определяется-то. Условия регулярности, а зачем они нам понадобятся, если попозже скажем. Они будут в формулировках теоремы дальше участвовать. Далее давайте я лемму сформулирую. А, нет, знаете, что в перетенке лемму сформулирую. Я еще одно понятие введу. И n от тета определю как математическое ожидание квадрата производной логарифмического функции от трудоподобия. Значит, данную величину назовем информацией Фишера о параметре тета в выборке zn. Значит, в эту величину назовем информацией Фишера о параметре тета в выборке zn. Еще здесь вот часто используется такая вот производная логарифмическая функция правдоподобия. Мы ей тоже дадим название, а именно будем ее называть вкладом в выборке. И обозначим ее у n от тета zn. И эту функцию мы назовем d от тета. L, то есть n тоже. От тета zn. Назовем эту функцию вкладом в выборке. Вклад в выборке. То есть и n от тета, это есть математическое ожидание квадрата вклада в выборке. Такая связь между информацией Фишера и вкладом в выборке. Так. Вот следующая лемма. Давайте мы ее лемма 1 назовем. Найфт говорит о следующем. Пусть фи от zn это некоторая статистика. Такая что мотождание квадрата конечная. Статистика с конечным квадратом математического ожидания. И пусть выполнены условия регулярности R1, R2. Пусть эти условия, которые я выше сформулировал, выполнены. Тогда шесточка, тогда так производство. Вот в этом кружочке написано это большая лемма 1? Лемма 1. А, это лемма. Окей, все. Лемма 1. Вот тогда интеграл от фи от zn от l n z z n равняется фи от z n а тут будет производная. Где будет это? Вот. Ну вот, смотрите, для чего нам нужны эти условия регулярности? Они нужны для того, чтобы можно было поменять местами интеграл и производную. Если помните, в математическом анализе вы проходили условия, когда можно менять интегралы если вам интересно, можете поставить в книжку Боровкова, в приложении 5 дается доказательство этой леммы. Я его приводить не буду. Значит, что важно понимать, что не всегда можно менять производную интеграл, а вот в этом случае можно, когда выполнен условия регулярности. Так. Кто нам это дает? Так. 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 Давайте сейчас еще одну лемму сформулируем. Лемма 2. Значит, в условиях регулярности R1 и R2 выполнено следующее. Информация Фишера равняется n на i отепта. Значит, информация Фишера во всей выборке равняется просто сумме информации Фишера в каждом из наблюдений. Ну вот. Для этого что мы сделаем? Видите, вот у нас определение есть этой функции. Что такое логарифмическая функция правдоподобия? Это, значит, получается, квадрат остается. Здесь будет сумма ОК от 1 до n D от логарифма F от θ до x к квадрате. Ну смотрите, что получается. Это будет мата ожидания. И здесь разобьем на два слагаемых. Первое. Возьмем сумму квадратов. Квадраты. Это, вот, здесь только, конечно, не x, а ксикатой. Здесь по дететтам. Вот это дифференция. Ксикатая по дететта в квадрате. Плюс А дальше будет удвоенное президент. Плюс я напишу сумма мат ожиданий по К не равным L. Так, а раз двойка, тогда, значит, по К меньше, чем L напишем. Так, мат ожидания сумма. Логарифм F от детта ксикатая по дететта на логарифм F от детта кси эльтая по дететту. Ну, в силу... Значит, смотрите, вот первое слагаемое это что такое будет? Здесь сумма выносится, а то же здесь написано, как раз есть информация Фишера в одном наблюдении. Сексикаты одинаково распределены, значит, мат ожидания будут одинаковые. Получаем N на и от детта плюс... А тут, видите, мат ожидания суммы равно сумме мат ожиданий, а мат ожидания произведения равно произведению мат ожиданий в силу независимости. Давайте по этому вычислим мат ожидания логарифм. Так, D пропал D, да? Производная логарифма от детта кси, ну, я кси один, например, напишу под дететта. И получим следующее. Так, давайте мы производную эту логарифму вспомним. Значит, во-первых, я напишу мата ожидать. Нет? Так, по регалку R будет. Производная логарифма F штрих от дета кси один поделить на F от дета кси один. И поскольку здесь мат ожидания берется, мы умножаем на функцию плотности, которая тоже F от дета кси один, D уже здесь, где уже не кси один, уже икс, икс, и тут икс. А вот мы записали, метеористка ожидания производной. Старин, это сократилось. Теперь мы можем так записать, что это интеграл от один умножить на D F от T X по D тетта, и заметить, что F от тетта X это есть L1 от тетта X. То есть, функция праведоподобия в том случае, когда имеется только одно наблюдение. по D X. Что тут по D X, да? Но ведь мата ожидания квадрата единицы конечно, следовательно, можно вот эту производную вынести перед интегралом, записать вот так вот D по D тетта, а здесь интеграл от R F от тетта X по D X. Это силу L1. Получаем D по D тетта, интеграл от плотности равен единице условия нормировки. Видите, вот эти все обнулились. Получается, эта вот вся сумма будет давать ноль. Но это только в условиях регулярности. Так. Есть вопросы? Нет. отлично. Отлично. Сейчас, секунду. Да, вроде все понятно. Так, отлично. Вот сейчас мы близимся к тому, зачем нам это надо. Итак, теорема. 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 называемое неравенством Рао-Крамера. Неравенство Рао-Крамера. Так. Пусть тета n с крышкой неосмещенная оценка параметра тета. Обладающая дисперсией d от тетта n с крышкой дельта n м пусть выполнено условие регулярности R1 и R2. Пусть выполнено условие регулярности R1 и R2. Так. Редор написал. Тогда первое. дисперсия дельта n больше либо равна, чем минимальная величина определяемая следующей соотношения единицы деленная на n и от тета. то есть дисперсия любой несмещенной оценки не превосходит минимальной границы, точнее наоборот, не меньше, чем минимальная граница, определяемая как единица, деленная на информацию фишера по параметре тета во всей выборке. Почему во всей выборке? Потому что в силу земли 2 равняется единица на и n от тета. Силу лем и 2 равенство справедливо. И второе, если дельта n равняется дельта минимального, то есть оценка обладает минимальной дисперсией в классе всех несмещенных оценок, то тогда тетта n с крышкой равняется тета плюс константа c про то, как константа находить, мы потом поговорим, на вклад выборки n тетта zn. Существует c, такое, что выполнено это соотношение. Значит, вот это неравенство в пункте 1 называется неравенством Rao Cromero. Давайте мы сейчас с вами это неравенство пи докажем. Первый пункт. давайте я вот что сделаю. смотрите, заметим, что математическое ожидание функции правдоподобия равняется единице. почему? Потому что функция правдоподобия l, n, тетта, z, n есть произведение по k от 1 до n f от f от x к от тетта. То есть произведение плотностей. Но произведение плотностей есть плотность распределения случайного вектора. Значит, если взять математическое ожидание плотности, то мы что получим? так, сейчас правильно ой, я глупо с вами написал, извините, неправильно я написал, а надо было вот так написать, что интеграл по rn от l, n, тетта, z, n, d, z, n будет равнян единицы. В силу того, что это плотность, это условие нормировки записано. Здесь z, n, это вектор, x1 и так далее, xn. А все условия нормировки плотности интеграл от функции правдоподобия будет равен единице. Значит, тогда все условия регулярности из r1 и r2 следует теперь вот так записать. d по д тетта от единицы, так, то есть это ноль же, да, производная единица. Есть производная от по rn от d по d тетта ln от тетта d z n d z n. Это, получается, равняется нулю. Значит, вот первое равенство мы им будем пользоваться, что интеграл производной функции правдоподобия будет равен нулю. так, теперь сейчас вот первое первое я по шагам буду идти пенсионные пункты отмечать. да, что вот написано во второй строчке после произведения дальше что? f вот это но это определение функции правдоподобия. Еще раз вот перед скобками а это f просто f просто да, это же просто определение функции правдоподобия. Мы ее так определяли, да? Все хорошо, да, да. Вот. Так, далее. Давайте я теперь вот что запишу. Я запишу условия несмещенности оценки. Математическое ожидание θ n с крышкой равняется θ мата ожидания θ n с крышкой это есть интеграл по rn от чего от θ n с крышкой здесь z n умножаем на функцию плотности, да? ln вот это z n как мы выяснили, это же есть функция плотности вот d z так, далее. Пусть математическое ожидание θ n в квадрате меньше бесконечности. пусть мы ожидание θ n в квадрате меньше бесконечности. Но тогда мы можем применить лемму 1, да, вот давайте отмечу, что это равно θ, да, и продифференцировать по θ это обе части равенства. Тогда что получается? Здесь будет единица, это d по d θ от θ, а тут получаем интеграл по rn t с крышкой от z n d от ln t z n по d θ так, d z вот так вот вот равно так ну вот тут сейчас такой трюк будет аккурат можно? да вот у вас в конце z это как переменное интегрирование или z вектора по вектору rn интегрирует это кратный интеграл на самом деле так хорошо значит равно сейчас мы вот что сюда добавим так сейчас это вот так вот запишем сейчас одну минутку интеграл по rn оставляем это n с крышкой от z n а здесь я вот что сделал я разделю t z n по dt я разделю и умножу на функции правдоподобия я вот сюда допишу ln от t z n и вот сюда запишу ln от t z n t z n тогда это что получается интеграл по rn остается t n с крышкой z n а вот это вот смотрите вот это вот это есть производная от логарифмической функции правдоподобия ну как производная от логарифма вычисляется производная от функции делится на саму функцию и вот это остается да а теперь смотрите что здесь получилось вот эта же плотность так что здесь написано это есть математическое ожидание тета n с крышкой умножить на d l n вот это z n большое вот это это при этом вот это мата ожидания равно нулю так это следует из того что мы получили в первом пункте давайте вот так вот напишу значит что мы там получили что интеграл давайте я вот распишу подробнее значит 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 этот вот мат ожидания будет равно интеграл по rn d l по θ z давайте я сразу продиференцирую по θ на l n от θ z n по и на l n θ от z n по сук функции плотности по d z так у нас сокращается да остается интеграл по rn по d ln от θ z n по d θ и он равен нулю в силу пункта 1 смотрите пункт 1 мэть мэть доказали давайте вот еще вам что напомню ковариация случайных величин x y это есть мот ожидания x на y центрированное то есть центрированное может только одну величину вот а у нас вот эта величина получается центрированной следовательно вот то что здесь написано равно это есть ковариация t m с крышкой да это равняется смотри это есть мот ожидания x центрированное а ну давайте вот еще сделаю ковариация x центрированное и y согласны вот при центре одной величины ковариация не меняется поэтому я могу так написать ковариация t с крышкой и и собственно вот эта функция а эта функция кстати говоря да мы же тоже обозвали как-то мы же и дали название вклада выборки и у n вот это z вот такая вот ковариация но идет добавление это ничего не меняет зачем я все это почему я там все вел вот омега это пространство случайно причин кси обладающих во-первых у них нулевое мат ожидания а дисперсия у них конечна значит мат ожидания их нулевые а дисперсия конечна вот тогда в этом пространстве можно ввести скалярное произведение кси на это как ковариацию кси на это а норма кси соответственно получается поле есть дисперсии кси так знакомые вещи говорю понятно можно еще раз момент возможно знакомыми вещами вот написано же вот пространство скалярное произведение да знаете что такое пространство скалярное произведение да самостоятельно проверить что действительно ковыряться дает скалярное произведение потому что мат ожидания от произведения то есть интеграл произведения он может на плотность ну вот так можно сдавать скалярные произведения давайте я вам оставлю самостоятельно такое упражнение такой на стыке вероятности функционального анализа к чему нам это нужно знать верно неравенство каши будниковского всегда скалярное произведение по моду не превосходит произведение но кстати еще вторая часть при этом если скалярное произведение равно произведению то си равняется она это величина ли независимо а здесь число вот мы сейчас это неравенство применим неравенство каши будниковский зачем здесь специалист сделал центрированный случай не величина чтобы нам можно было использовать а что это получается это меньше либо равно чем корень из дисперсии ттн с крышкой на дисперсию ун от ттзн равно дисперсия ттн с крышкой это корень из дельта n а здесь тоже корень из дисперсии ттн а вот это вот мы определили как информацию фишера и n от тетта вот и заметьте вранья там вначале стояла единичка да в самом начале этой выкупки ну поскольку здесь все положительно можно в квадрат развести получаем один меньше ли брать чем дельта умножить на и а н тетта отсюда дельта n меньше ли брать чем единица деленная на и n от тетта либо единица деленная на n от и тетта вот неравенство раук ромера доказано первая часть неравенства далее пусть здесь выполнено равенство а пусть единица равняется дельта n на и n от тетта согласно второй части неравенства кашибанюковского второго утверждения неравенства кашибанюковского мы имеем связь тетта n с крышкой минус тетта равняется а была константы c не помню а умножить на у n от тетта z n крышка равняется тетта плюс а на у n от тетта z n вот вторая часть неравенства не вторая часть я его доказано так вот неравенство раук ромера доказано есть вопросы да ну хорошо а теперь дадим определение назовем оценку р эффективный называется р эффективный или эффективный по раук ромеру если дисперсия тетта n с крышкой равняется единица деленная на n от и тетта то есть достигается нижнее неравенство нижняя граница неравенства раук ромера то есть это оценка обладающей минимальной дисперсией из всех несмещенных оценок да вот важно конечно все это в условиях регулярности условиях р 1 и р 2 то есть говорят об эффективных оценок только из условий регулярности выполнено если мы будем то там говорить особо не о чем так хорошо так 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 давайте следствие первое если существует эффективная оценка то есть существует эффективная оценка то это n с крышкой равняется это плюс единица деленная на у n от это видите здесь вот уточняется вот это вот константа а о которой мы говорили ну давайте проверим так смотрите ну вот мы знаем что это n с крышкой равняется тета плюс а на у n от это силу второй части доказанной теоремы давайте теперь дельта тттн с крышкой найдем но с одной стороны это будет заметен что вклад выбрать у нас не смещенная имеет нулевое мотождение все в квадрате то есть это есть n квадрат и квадрат от это а вот это вот то что здесь написано это есть как раз и н от тетта да мотождение квадрат как раз есть информация фишера о параметре тетта то есть получаем единственное на н и а тетта дисперсия так с другой стороны дисперсия тетта н с крышкой равняется мат ожидания а на у n от тетта тоже в квадрате это есть а квадрат на и n от тетта а квадрат на n и а тетта а теперь сравнивая вот эти вот два равенства да с другой стороны это единица на n от и от тетта получается что а квадрат есть единица n квадрат на и от тетта квадрат ну значит а равняется единиц лены на n и от тетта вообще говоря плюс минус да но почему плюс почему плюс потому что к вариация тетта n с крышкой и у n от тетта равна единице поэтому плюс а больше нуля так как квадрат на единице а то есть привлечение тетта привлечение вклада выборки тетта тоже растет кстати из-за этого следствия непосредственно получаем что эффективная оценка если существует то единственно если существует эффективная оценка то она единственна то что она может быть только такой никакой другой так далее ну еще одно следствие сюда если оценка имеет вид тетта плюс единица на n и от тетта на у n тетта а что значит что это оценка ее вид не зависит от тетта тетта как сокращается в этой формуле не зависит от тетта то тогда тетта n с крышки является r эффективной оценкой можно даже вот такую вот оценку построить да посмотреть будет ли зависимость от тетта если это не будет эффективная оценка так следующее следствие вот она очень важная очень важная но говорит зачем мы изучаем вообще метод максимальное преподобие если тетта n с крышкой r эффективная оценка то она является оценкой максимального правоподобия параметра тетта то есть r эффективная оценка совпадает с оценкой максимального предуподобия так важное свойство мы сейчас докажем так давайте мы для этого вот что сделаем мы рассмотрим разность с крышкой минус тетта это же есть у n от тетта на n и от тетта но n у от тетта я напомню что это такое это производная от логарифмической функции предуподобия тетта это 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 и здесь это 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 теперь вот что посмотрим смотрите если если тетта n с крышкой больше чем тетта то отсюда получаем что d l n от тетта z n по то d тетта будет больше нуля а если t n с крышкой меньше чем тетта то соответствующая производная меньше нуля меньше тетта давайте график нарисую вот смотрите здесь пусть будет тетта n с крышкой тут тетта я вот нарисую вот это вот значит производная вы знаете может даже не саму производную а функцию l n вот это z n смотрите что получается если тетта больше чем тетта n то производная отрицательна соответственно функция убывает а если тетта меньше чем тетта то производная положительно соответственно функция возрастает получается какая-то такая картина то есть это что нам дает что тетта n с крышкой равняется точке максимума логарифмической функции правоподобия ну а значит это и есть оценка максимального правоподобия силы ее определения то есть если эффективная оценка существует то она совпадает с оценка максимального правоподобия вот в этом основное достоинство метода максимального правоподобия так но чтобы здесь вот не быть голословным да я какой-то пример хочу привести вот я пусть сидя экспоненциальность единица на тетто давайте мы рассмотрим оценку крышкой равные единицы деленная на средневыборочная вот рассмотрим такую оценку но самостоятельно проверьте что это есть оценка максимального предподобия в принципе даже можно не проверять это будет вот взять такую оценку так давайте вообще на условия регулярности модели проверим функция плотности единица на тетто есть степени минус x деленное на тетто если вы патент этот продифференцируете то производная будет непрерывный патент согласны производная будет непрерывный патента корень там извлечь да то есть надо корень это больше 0 это больше 0 все это непрерывно но тут скажу для разных ксов разная производная получается да но вот в случае там получается будет непрерывный что на патент не присут на разрывно да под это она непрерывно так хорошо вот это непрерывно дальше найдем информацию фишера в одном наблюдении это есть математическое ожидание д от логарифт и вот икс тетто по д тетто в квадрате так Давайте сначала найдем логарифм f под х тета. Эту функцию дифференцируем, что будет минус логарифм тета минус х, деленное на тета. Дифференцируем под тета, получаем минус единица на тета плюс х, деленное на тета квадрат. Теперь найдем мотождание квадрата. И отцепт я напишу. Мотождание квадрата вот этой функции. Кси делить на тета квадрат минус 1 делить на кси квадрате. Ну, предварительно давайте я вот что найду. Мотождание кси делить на тета квадрат. Это есть единица на тета. Ну, переможем, мотождание кси делить на тета. Мотождание кси это тета. У нас же специальное распределение. 1 на тета. Так. Ну, следовательно, вот это вот мотождание будет совпадать с дисперсией кси на тета квадрат. Константы выносим в квадрате. Здесь будет дисперсия кси. Дисперсия кси от тета квадрат на тета в четвертую. Получаем единицу деленное на тета квадрат. Вот. Получаем функция положительная, конечная и непрерывная. Вот. Действительно, условия регулярности выполнены. R1 и R2 тут выполнены. Тогда информация фишероксилулемы 2. Есть N на I от тета. Есть N деленное на тета квадрат. Далее, проверим несмещенность оценки. Мотождание тет-тен с крышкой. Есть математическое ожидание среднего выборочного. Оно совпадает с мотожданием кси 1 и равняется тета. Следовательно, это оценка несмещенная. И найдем ее дисперсию тет-тен с крышкой. Получаем дисперсию среднего выборочного. А это же есть дисперсия кси 1 поделить на N. Дисперсия кси 1 это тета квадрат, а это N. Теперь мы находим дельта минимальная граница неравенства как единицы на информацию фишера. Получаем тета квадрат на N. И что видим? Что дельта N на дисперсии тельта N совпадает с минимальной дисперсией неравенства фишера у Краунера. Следовательно, тета N с крышкой является R-эффективной оценкой. Параметра тета. R-эффективная оценка параметра тета. В силу того, что неравенства R-эффективная оценка достигается нижняя граница, условия регулярности выполнены. Но надо отметить, что R-эффективная оценка существует далеко не всегда. Далеко не всегда существует R-эффективная оценка. Давайте мы еще одно определение сейчас дам. Назовем оценку тета N асимптотический оптимальный. Если дельта N к дельтам минимальному стремится к единице при N стремяющейся к бесконечности. Если эффективные оценки не всегда существуют, то асимптотические эффективные оценки, как правило, существуют. Там при выполнении некоторых условий регулярности. Вот. Ну ладно. Так. Нет вопросов? Все понятно? Ну вот. Это надо, конечно, признать, что вот эта тема, она не самая простая в нашем курсе. Вот. Но она достаточно важная с точки зрения вот осмысления того, как сравнивать различные оценки. Там почему одни оценки лучше других. Так. Ну ладно. Если нет вопросов, давайте тогда заканчивать на сегодня. Все. Спасибо за внимание. До свидания.